Всем привет! Мы летим на Кубу и выезжаем в 5.30 утра. Рейс у нас 8.50. И оказалось, что 3 часа 20 минут, это почти впритык. Ну что, поехали? Наше путешествие начинается? Да. До Шереметьево мы ехали 37 минут и попали в очень большую пробку из людей на вход терминал B. Минут 20 потеряли на досмотре при входе. Если у вас номер паспорта начинается с 75 и выше, можете пройти роботизированный паспортный контроль. Печать можно поставить в паспорт. Да. Или сейчас ставят только на билет почему-то, но это, видимо, не обязательно ставить в паспорт. Может быть и праздник. В общем, на прохождение всех процедур и на дорогу мы потратили полтора часа. И после чего отправились в Малевич бизнес-зал позавтракать. При расчете времени на завтрак учтите, что может быть в зале довольно многолюдно, и вам придется искать места. А это тоже время. Мы искали минут 7 место. В итоге нашли таким прекрасным видом. Затем объявили наш рейс, и мы пошли на посадку. Также учтите, в зависимости от того, какой у вас гейт, сколько времени вам понадобится для того, чтобы дойти до него из бизнес-зала. У нас на это ушло минут 5-7. Чтобы не бежать, чтобы не торопиться в комфортном режиме. Может быть успеть сделать какие-то фоточки или покупки. Рассчитывайте время обязательно, это очень важно. Мы летим авиакомпанией «Россия». Самолет «Боинг-777-300ЕР». Рейс вылетел без задержек, все четко. Хочу сказать, что несмотря на то, что у нас было свободно примерно 1,4 салона, были прям пустые места, а пересесть туда другим пассажирам, стюардессы, не разрешили. Я знаю, что есть такая практика, но в данном случае, несмотря на то, что рейс длился 14 с лишним часов, так сделать не получилось в этот раз. Меню мы заказывали заранее, есть такая функция. И вы можете выбрать из огромного количества то, что наиболее предпочтительно для вас. Я выбрала кошерное по своему предыдущему опыту. А Стас взял халяль. У него была гораздо вкуснее еда. Завтрак и обед у него были разными. И каждый раз были десерты. Кошерным была одинаковая еда оба раза. И не было десерта. И я больше кошерный противник. Мультимедийные экраны работают не у всех. И подстаканники были сломаны у нас, у всех почему-то. То есть стакан ставится и кренится. То есть ваш напиток окажется у вас на ногах, на обуви, на брюках. Если вам повезет и у вас будет работать мультимедийный экран, на него вы сможете смотреть статистику полета. Где вы летите, какая температура за бортом, скорость, высота и так далее. Хочу отметить очень удобные кресла. У них классные подголовники, которые регулируются по высоте. И которые регулируются для сна. И хочу отметить, что очень просторное расстояние между креслами. Ваши колени не будут упираться в спину впереди сидящему соседу. Судя по обзорам самолетов авиакомпании Red Wings, ситуация у них с этим гораздо хуже. Там очень тесный салон. Смотреть развлекательный контент, кинофильмы, фильмы, мультфильмы вы сможете только на своих девайсах, компьютерах, планшетах, телефонах. На последней странице журнала, который расположен в кармане сидения переди сидящего пассажира, есть инструкция. Сейчас вы видите на экране, как подключить ваше устройство для просмотра развлекательного контента. И обязательно возьмите с собой наушники. На борту наушники не выдаются. И такой еще момент. Возьмите с собой что-нибудь погрызть, похрустеть, какие-нибудь полезные снеки, что-то такое, что вы любите. Потому что кормить вас будут первый раз завтрак примерно через час после взлета. И затем обед уже будет часов через 10. То есть где-то за 2-2,5 часа до посадки. Вряд ли вы будете спать все это время. И особенно, если с вами летят дети, это превратится в какой-то кошмар. Потому что они, конечно же, будут просить что-нибудь вкусненькое, покушать, попить. Напитки будут предоставляться, стюардессы принесут. Там еще организовывается какой-то островок, где люди могут постоять, размять ноги. Но там лишь вода. Из развлекательного контента вам будут предложены новинки. Популярные фильмы, мультфильмы. В общем, достаточно чем себя занять во время полета. И такой еще важный момент. На борту вы сможете заряжать свои устройства только при помощи адаптера с вилкой. То есть входов для USB нет. Есть розетки 220, подголовники впереди стоящего кресла. В целом, впечатления от полета благоприятные. Трясло нас нечасто. Я бы даже сказала, практически было этого незаметно. Ремни пристегнули, а тряски не случилось. За это время посмотрели два фильма. Почитали книгу, походили, поболтали с соседом и поспали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь С В общем, представляешь, мы из дома до Шереметьево доехали за 2 тысячи рублей. А сейчас из Гавана аэропорта едем в Гавану за 3 тысячи рублей. Ну, собственно, 30 долларов. Итого 5 тысяч дорога занимает. Из дома до аэропорта, из аэропорта до дома. Да. И что нам в этой информации дает? Ты знаешь, сколько денег надо с собой убрать в следующий раз, чтобы доехать туда и туда. Все просто. Как тебе первый глоток пива на кубинской земле? Очень вкусно. Это просто нектар какой-то. Вот, да, конец. Продолжение следует...